Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Высокое звание, высокий почет. Имя Анапа увековечено на памятнике городам воинской славы на Поклонной горе в Москве. Все службы в усиленный режим. На краевом селекторе обсуждались вопросы безопасности во время новогодних праздников и димних каникул. Передовик труда, многодетная мама и одна из самых красивых доярок Кубани. А в особенностях важной и нужной профессии лауреата краевого комплекса. Анапчане приняли участие в открытии мемориального комплекса, посвященного городам воинской славы. В парке Победы на Поклонной горе Москвы состоялась торжественная церемония открытия этого памятного знака. Анапскую делегацию возглавил заместитель главы города Сергей Козлов. Также в ее состав пошли представители молодежи, которые активно занимаются военно-патриотической и поисковой деятельностью. Мероприятие приурочили к 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году. Мемориал – это 16-метровая стела с изображениями русских полководцев разных эпох в обрамлении гербов городов воинской славы. По поручению главы муниципального образования город-курорт Анапы Сергея Павловича Сергеева я возглавил делегацию от города воинской славы Анапа для участия в открытии стелы городов воинской славы, в состав которых входит 45 муниципальных образований. А география данных городов воинской славы довольно-таки обширна. Это от Хабаровска до Малгабека и от Полярного до Феодосия. На численность населения, объединяющих этих городов воинской славы, составляет 9 миллионов человек, в том числе это 4 миллиона молодежи. Это говорит о многом, потому что задача перед городами воинской славы, союза городов воинской славы, стоит прежде всего, самое главное, это военно-патриотическое воспитание молодежи и сохранение военно-исторического наследия. Анапа стала городом воинской славы 5 мая 2011 года. Как сказано в президентском указе, за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества. Сегодня горожане активно участвуют во всех патриотических мероприятиях, чтобы сохранить память о героических событиях, былых времен, а также о героях, отдавших жизнь на анапской земле во время русско-турецкой и Великой Отечественной войн. Продолжим выпуск предновогодними новостями. Новогодние каникулы должны быть безопасными. В режиме видеоселектора состояло заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На повестке дня всесторонние меры безопасности в течение новогодних и рождественских торжеств. Главная задача губернатора всем муниципальным образованием края взять под особый контроль антитеррористическую и пожарную безопасность школ, детских садов, храмов, площадей, домов культуры. Ответственные службы должны усилить контроль за автомагистралями, вокзалами и аэропортами. Причем максимальное внимание колоннам, которые перевозят детей. Также во время зимних каникул детям нужно обеспечить безопасность и интересный досуг. Во время таких долгих школьных каникул, как правило, дети предоставлены сами себе. Во-первых, все, кто помнит о детском законе, о соблюдении режима нахождения детей на улице, а второе, давайте сделаем все возможное, чтобы дети на улице не оказывались во время длительных школьных каникул. Надо продумать, каким образом активно их занятия, на самом деле, где-то праздничными мероприятиями, где-то спортивными мероприятиями, где-то культурно-массовые мероприятиями. То есть, в любом случае, дети не должны быть сами себе предоставлены. Еще одна злободневная тема в преддверии праздника – торговля пиротехническими изделиями. Губернатор потребовал, чтобы их продажа осуществлялась только в специально отведенных для этого местах, а качество соответствовало всем требованиям. Нелегалов помогут выявлять специально сформированные межведомственные группы. Все это делается для того, чтобы предстоящие праздники ничто не омрачило. Наша задача надо обеспечить так, чтобы они прошли, на самом деле, празднично, чтобы никто не пострадал, не получил каких-то увечий, травм. На самом деле, несчастные случаи, большинство равно это в наших силах, насколько мы сможем спрофилактировать праздничные две недели. По окончанию совещания глава Анапы Сергей Сергеев поручил в ближайшее время подготовить заседание Совета безопасности города-курорта, на котором будут подробно рассмотрены меры, запланированные в нашем муниципалитете, чтобы праздничные дни в Анапе прошли ярко, интересно и безопасно. Меры по усилению обеспечения безопасности уже принимаются. Глава города Сергей Сергеев поставил задачу начать уже сейчас планировать работу правоохранительных органов на новогодние праздники и зимние каникулы, привлекать к помощи народные дружины и казачество. Полиция Анапы совместно с казаками круглосуточно патрулирует улицы города. В преддверии новогодних праздников эта работа усиливается. Особое внимание общественным местам, а также паркам и скверам. Перед выходом в рейд каждый сотрудник проходит подробный инструктаж. В преддверии новогодних праздников усиливаются наряды полиции, также совместно с дружинниками и казаками. Наряды выставляются на улице, площадя, также в общественные места. Новогоднее мероприятие будет усилено нарядами полиции. Это театральная площадь, также улица Горького, набережная. Основной упор будет на граждан, прибывших из других регионов Российской Федерации. Также на площади и на проведении мероприятий будем особое внимание смотреть на переносящие вещи, где-то брошенные сумки, коробки. Также будут работать кинологи. В случае обнаружения какого-либо инцидента сразу выезжает на место кинолог, наряд и проверяем. Управление отдела МВД по городу Анапа просит гостей и жителей курорта с пониманием отнестись к процедурам проверки документов и оказывать содействие органам власти в случае необходимости. К Новому году готовится учреждение культуры. Уже разработана обширная развлекательная программа. По традиции главной площадкой для празднования Нового года станет Театральная площадь. Основные мероприятия начнутся с 20 декабря. В это время пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов «Зарядись на Новый год» с новогодней лотереей, петушинами гаданиями. О самом интересном художественный руководитель Центра культуры Родина Оксана Хариш. 20 декабря в 11.00 на Театральной площади состоится открытие новогодней рождественской ярмарки, где соберутся Деды Морозы и Снегурочки нашего города и дадут старт новогодним поздравлениям. С 22 декабря Центр культуры Родина приглашает на уникальное, удивительное, новогоднее представление «Тайна волшебного города», где ребят и родители ждет интересное интерактивное представление и возможность попасть в сказочный мир гнофов. И 31 декабря в 23.00 мы всех анапчан и гостей города приглашаем на Театральную площадь, чтобы вместе встретить счастливый 2017 год. В будущем году на оборудование муниципальных учреждений культуры по программе «Доступная среда» в городском бюджете будет предусмотрено порядка 1,7 миллиона рублей. Об этом и не только шла речь на итоговом в этом году Совете по делам инвалидов при главе города. Реализация программы «Доступная среда», трудоустройство, транспортное обслуживание, оздоровление – далеко не полный список вопросов, которые обсуждаются на заседаниях Совета по делам инвалидов при главе города-курорта. Он собирается раз в три месяца. И это одна из площадок, где можно напрямую пообщаться с теми, от кого зависит качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, общественники полагают, что необходимо выделять больше путевок пострадавшим от аварии на Чернобыльской атомной станции. Вопрос адресовали представителю Фонда социального страхования. Будем рекомендовать Советам инвалидов обратить внимание на эту сторону вопроса. И давайте, пожалуйста, будем рассматривать хотя бы несколько человек. Я не знаю возможностей фонда, наверное, об этом лучше вы скажете. Но я думаю, что нужно тоже будет предусматривать. Тему взяли на контроль и вернутся к ней на одном из ближайших заседаний. Основная задача работы Совета сделать так, чтобы все без исключения могли жить полноценной жизнью, в том числе спортивной. В городском управлении спорта начали продумывать специальную систему нормативов ГТО. Буквально в 2017 году мы уже будем проводить такие первые тестирования. Конечно, тоже рекомендации идут, как и для здоровых людей. Все спортивные тесты мы будем, естественно, отбирать согласно рекомендации по назначению, я имею в виду, врачебных. Участники отметили, что уже появились дети, которые наравне со всеми посещают музыкальную школу. В этом году по программе «Доступная среда» оборудовали вторую детскую школу искусств. Всего в бюджете будущего года на эти цели по линии культуры предусмотрено 1,7 миллиона рублей. Это на 300 тысяч рублей больше, чем в нынешнем году. Деньги пойдут на модернизацию Дома культуры «Молодежный». Продолжение работ в детской школе искусств номер 3 Станицы Гостогаевская, Центр культуры Родина, дополнят подъемником на сцену. Там базируется единственный в крае ансамбль танца «Эриданс». Для коллектива по инициативе главы города заказали специальные коляски. Они оплачены, они заказаны, они индивидуально изготавливаются сейчас. И вот поставщики нам говорят, не позднее марта месяца они будут у них. То есть мы рассчитываем в январь-февраль, но вот крайний срок – это мы. По словам Марины Мельниковой, произошло то, что она назвала изменением сознания. Если раньше инициатива исходила в первую очередь от общественников, то сегодня она едва ли не чаще исходит от руководителей учреждений. А это уже не измерить никакими суммами. На Кубани завершился конкурс на самую красивую доярку. Анапу на нем представляла многодетная мама из села Джигинка. И, как говорят ее коллеги, не только специалист широкого профиля, но и человек широкой души. Этот теленок появился на свет считанные минуты назад. Ферма в селе Джигинка – одно из ведущих предприятий Анапского района. Отсюда молоко поступает в санатории курорта. Коровы содержатся без привязи, а здесь родильное отделение, фактически стационар. Олеся ухаживает за животными, собирает молоко у коров и относит телятам. Каждому от своей. Обычно пятилитровое ведро уходит за три минуты. Хотя они, как и любые дети, могут капризничать. Навыки здесь передают из поколения в поколение. На ферме Олеся работает уже 8 лет. О предложении принять участие в краевом конкурсе узнала от бригадира. Согласилась не сразу. Олеся – ветеринар по образованию, помогает лечить животных. Коллеги же говорят о ней не только как о специалисте широкого профиля, но и как о человеке широкой души, доброй, отзывчивой. Мне если что-то надо, она придет. Мне даже иногда поможет, если что-то перегнать теляток или еще что-то. Рабочий день у первой смены на ферме начинается в районе половины пятого. Животные не принимают человеческих объяснений. Сейчас вечерняя смена. Она начинается в 4 после полудня. В это время многие уже прикидывают, хватает ли в холодильнике масла и не купить ли по пути с работы молоко или кефир. Олеся живет практически через дорогу. С мужем у них пятеро детей. Старшая, она замуж вышла, она говорила, мама, ты все время на работе. Олеся считает себя счастливым человеком. Сейчас подбирает участок из тех, что муниципалитет выделяет многодетным семьям под строительство. Говорит, что варианты есть, просто нужно выбрать время, чтобы съездить посмотреть. Но уверена, что в итоге все сложится. В Анапе высадится кардиодесант. Бригада врачей из краевых учреждений здравоохранения посетит курорт в субботу 10 декабря. В городской поликлинике Анапы прием будут вести кардиолог, ревматолог, невролог, нефролог, уролог, офтальмолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, сосудистый хирург и терапевт. Также можно будет пройти экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, ЭКГ, экспресс-оценку состояния сердца на кардиовизоре, спирометрию, рентгенографию, УЗИ. Получить бесплатные консультации и пройти скрининг-обследования смогут все желающие с 9 до 14 часов при себе. Необходимо иметь паспорт и страховой полис. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.